Отпевание провел отец Николай, настоятель свято-троицкого храма в станице Гостогаевской. Затем похоронная процессия прошла улицами станицы до кладбища. Впереди великанья, накрытого попоной, как знак того, что всадник убит, и следует теперь на руках товарищей к месту вечного покоя. Не о разъединении, а о сплочении говорили казаки на митинге Рэквиеме. Пули и борьба не пугали, а только мобилизовали их дух во все времена. И казачье войско создавалось в том числе, чтобы стоять на страже мира и покоя жителей Кубани. И сейчас для казаков дело чести, помочь правоохранительным органам найти убийцу, чтобы ответил по всей строгости закона. Правоохранительные органы должны найти преступников и вообще совместно, так сказать, сделать все, чтобы не допустить, обустать преступность в Анапе и в Анапском районе. Естественно, Кубанское казачье войско не оставит это без внимания. Мы будем уделять внимание семье. Мы примем самое активное участие в помощи расследования этого преступления. Надеемся, что те органы, которые сегодня должны это сделать, они сделают достойно. И найдутся и преступники, и заказчики, и все будет доведено до логического конца. Прощальные слова над гробом произнесли родные атаманы-станичники. Вспомнили, что Виктор Жук стоял у истоков казачьего общества и являлся одним из старейших его активистов. Друзья, командиры и все как один возмущены дерзким преступлением. Получивший ранение при покушении Николай Нестеренко также смог присутствовать и поблагодарил товарища, с которым они плечом к плечу были в казачьих рядах и в бизнесе более 10 лет за то, что тот принял смертельный удар на себя. Товарищи попрощались с погибшим и предали тело земле. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анап Регион.